Всем привет! Сегодня мы поговорим о психологии. Очень интересно, сейчас психология популярна, и вы слышали слово «психотравмы», «травмированные». Травмированные родители растят травмированных детей, или у травмированных не может быть нормальных детей, назовём так. Всё, это очень популярные слова сейчас в социуме. Я хочу немножко рассказать о психотравме и вообще рассказать о важности этого явления, назовём так, чтобы у вас было понимание, и поговорить немножко об этом. Что такое психотравма? Если общее брать определение, очень простое. Это психо, психика человека, травма, травмирование психики, некое действие, это глагол. Так что психотравма – это, скажем так, некое следствие пережитого стресса, либо конкретного насилия над человеком, которое травмирует его психику. Он существует уже с этой травмой, и это могут быть просто эмоциональные какие-то моменты, но также это может привести к насилию, конкретная психотравма, да, она может привести к изменениям психики настолько, что это клинические изменения, да, это какие-либо заболевания, нарушения мозга, функционирования психики. Ну, назовём так проще говоря, можно стать сумасшедшим человеком. Есть такое общее слово, да, брать, то есть это психиатрия уже может быть, да, то есть травма человеку нанесённая, стресс, либо насилие может привести к изменениям у психического состояния и так далее. Когда говорят, надо проработать психотравму, проговорить, прожить там, пролечить и так далее, пережить с психологом, проработать. Что имеется в виду? Это есть определённые методики. Ты обратно эту историю откручиваешь, проживаешь её, находишь там пути решения, если грубо говорить, и по итогу ты учишься жить по-другому, без этой психотравмы. Почему важно проживать, проговаривать и вообще решать свои психотравмы, не молчать о них, потому что они вмешают нам жить. Травмированные люди — это фактически мы все, это 80% населения, и 20% счастливых людей нетравмированных не говорят о том, что у них не было психотравмы, говорят о том, что, скорее всего, они её пережили, прожили, назовём так, очистились, я люблю такое слово «испотреблять», и на данный момент они чисты, и они не живут под своей психотравмой. Как она влияет, психотравма, почему надо от неё избавляться? То есть, по сути-то, можно жить, но если ты хочешь жить счастливо, называть себя счастливым человеком, жить без оглядки, от неё надо избавляться. Первое очень важное, расскажу, что в каком возрасте и какой вид психотравмы у тебя произошёл, я имею в виду не просто какие-то мелочи, а реально психотравмы, очень часто наша психика застревает в этом возрасте. Мы растём, развиваемся, но в области, в которой задействована эта психотравма, наша психика, наш мозг работает на тот возраст. Ну, как глупый пример какой-то, знаете, такой образный вообще абсолютно. Какие-то реакции, например, там ребёнок был, не знаю, в возрасте 6 лет что-то произошло, его каким-то образом стресс, насилие в семье от родителей, например, у мальчика от мамы, а 6 лет возраста, типового комплекса, и у него очень, конечно, определённый какой-то перекрёст, проблемы потом в отношениях с женщинами идут, да, он либо сильные действия к женщинам, например, может принимать быть грубым, либо, наоборот, он очень зависимый от женщин, выбирать себе грубую женщину, которая будет, например, так его давить, издеваться, как это делала мама тогда в момент психотравмы. То есть, на самом деле, а в других аспектах это хороший сотрудник, хороший, может быть, работник, потому что нормальный отец или так, ну, адекватный, нормальный человек. Но вот в некотором спектре его поведения есть, назовём так некие неправильные слова, отклонения, да, его реакции другие, не как у других людей, у здоровых, в силу стресса определённого травмы. Так вот, у его психика, например, в общении с женщиной, вот это зафиксировалось в момент психотравмы вот этой обиды и стресса от мамы в 6 лет. Его реакции, поведенческие моменты на уровне 6-летнего ребёнка, если вот амбида и всё прочее, если это смотреть, разбирать так детально. То есть, я когда работаю с человеком, и мы прорабатываем психотравму, то есть, издалека я понимаю, что у человека есть психотравма, и на неё выхожу так, что я вижу реакции, поведение, цель на какой-то возраст, когда. Это можно, в принципе, увидеть у публичных людей, у знаменитостей, у политиков, у певцов каких-то, там, блогеров и так далее. Его реакция, поведение, как он говорит, она, конечно, надо смотреть, отслеживать и общаться с человеком, очень много информации перерабатывать, но ты точно видишь, что что-то было, в какой примерно сфере, знаете, такой а-ля такая ванга и гадалка. Ты можешь туда попасть, и ты это, в принципе, поймёшь. Почему важно отпускать? Потому что, на самом деле, психотравма, стресс, если мы не берём потом психические отклонения, как психиатрию, да, носили какой-то привет, человек в психиатрии, мы это не берём, потому что я не психиатр, а психолог. То есть, человек в социуме функционирует, и у него есть психотравмы, но он психически здоров, в том плане, что это не психиатрия. Диагноза нет. Так вот, смотрите, в чём суть, почему психотравма вредная, токсичная, и лучше с ней расставаться? Это всегда какой-то страх определённый за этим стоит, или вырабатывается тревожность, страх. Ну, тревожность — это преддверие страха, симптом, на самом деле, да, оповещающий, что есть на самом деле глубинный страх какой-то. И потом из-за этого страха мы начинаем обслуживать этот страх, эту психотравму, и наша жизнь строится вокруг этой психотравмы, например, чтобы кто-то, избегающий, например, человек-психотип, он избегает психотравмы, условно, он вообще с женщинами не перестаёт общаться, его не привлекать, чтобы не попасть в такие отношения зависимые. Другой человек, наоборот, нарывается на такие проблемные, застрял в своей психотравме, и раз от раза наступает на те же грабли, ничему не учится, потому что он не может проработать свою первую психотравму, которую его, скажем, так заземлило, на которой он застрял. Короче говоря, мы живём некачественно, несчастливо, с проблемами, выбираем не тех людей, любим не тех людей, проходим не на ту работу, выбираем не тех друзей, нас обижают, и, короче, минусы, 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 там низкая самооценка, или она образовыш, и такое всё прочее, да. То есть я, по сути, почему-то психотравма не нужна тебе, да, потому что ты живёшь некачественно, несчастливо, ты не наслаждаешься жизнью, а обрабатываешь свои страхи, свою психотравму, делаешь всё, чтобы с этим не встретиться, или делаешь всё, чтобы с этим как можно чаще встречаться, у тебя из раза в раз какие-то проблемные отношения, разные, вроде бы, у тебя партнёры, например, а проблема одна и та же, они все в итоге как-то там заканчивают определённым образом. Допустим, у тебя всегда какие-то мужики оскорбляющие, унижающие, необязательно это домашнее насилие, абьюз, ну, такие неуважающиеся тебя и так далее. Пожалуйста, это можно копать, что-то для этого какой-то повод есть. Психотравма – это очень интересная тема, и фактически нет здоровых, нетравмированных людей. Маленькие любые моменты, даже в детстве стресса какого-то, может навести психотравму. Это не обязательно именно физическое насилие. Я вам расскажу о очень… Это очень-очень много направлений, можете погуглить про психотравмы, книжки на эту тему, почитать, всем это интересно. Очень большая, объёмная тема. Но чем она важна и интересна? Многие наши родители не задумываются, воспитывая детей, нас воспитывали. Мы воспитываем, что мы травмируем наших детей, потому что мы сами травмированы. Мы думаем, что это норма, и так как мы воспитываем ребёнка, это окей. Хотя, скорее всего, это было, может быть, неправильно, опасно и так далее. Одна из самых распространённых в рейтинге, назовём так, психотравм семейно-детских, это когда дети слышат, либо наблюдают, и, в принципе, ощущают, что что-то происходит. Ночью, например, секс своих родителей. И это страшная история. Вам казалось, ну что там, может, дети уже большие. И ребёнок не должен никогда это слышать, знать, или, назовём так, подозревать. Это психотравма огромная, смотря ещё в каком это возрасте. Даже если он этот, назовём так, забыл, он маленький, ему 3-5 лет, ещё какой-то дошкольный возраст, есть возможность забыть это со временем. Очень часто это может потом сниться, преследовать эмоции, подавленные переживания, страхи во снах и так далее. Даже так это может отражаться, если он такой даже маленький был, и не понимал сам процесс, что происходит. Но есть инстинкты определённые, так это на подкорочку записывается и закладывается. Вот я хотела сегодня вам поведать немножко о психотравме, почему они важны, почему это надо прорабатывать с психологом. Для того, чтобы просто начать отпустить это, пережить и начать жить заново, счастливо, в удовольствие для себя. Весь секрет в этом заключается. Быть довольным своей жизнью и кайфовать от неё. Жизнь-то у нас одна. Вы не забывайте, живём мы здесь и сейчас. Вчера мы изменить не можем, вернуться в прошлое. Завтра может не настать. Надо жить здесь и сейчас так, чтобы тебе условно пришлось сейчас, если придётся умирать, ты ни о чём бы не сожалел, что в твоей жизни происходило, например, как-то не так ты себя вёл, не так какое-то чё-то чужое поведение, влияющее на твою жизнь и так далее. Так что, пожалуйста, не теряйте возможности наслаждаться своей жизнью сейчас. Это самая важная истина, это жить здесь и сейчас, чтобы мне было хорошо. А уже обстоятельства, друзья, семья, дети, работы, всё прочее, финансы, оно подстраивается под моё видение себя, ощущение этого мира. Всё будет. Условно, у вас плохая, низкая зарплата, ситуация, что происходит, то, что вам не нравится вокруг вас, общение с близкими, муж не такой, ребёнок не так себя ведёт и так далее, мама не такая, какая-то кривая, косая, и папа там злой, например, он вообще пил и гулял, на свет гонял и прочее. Окей, это может быть, но можно к этому по-другому относиться, на это перестать просто реагировать, и тебе реально станет это всё по барабану, зимток фиолетовым, неважным, по-другому начнёшь себя ощущать. Оно всё останется, как было, но твоя реакция важна. Всегда важно, как ты реагируешь на какие-либо события, ситуации вокруг тебя. Главное вообще у человека – это реакция твоя на что. То есть тебя это волнует, да, как фраза знаменитая. «А хотите об этом поговорить, психологов?» Задают этот вопрос, эту фразу говорят, когда понимают, что человек – это насущная тема, значит, за этим что-то стоит очень часто, за этим стоит психотравма, когда говорят «Хотите об этом поговорить?» Значит, хочет, у него есть запрос. Я вообще думаю, что небольшой анонс вам, да, планирую провести марафон. Это будет закрытая страничка в Инстаграме, как всегда и раньше, кто был на марафонах, но в свободной форме. Будем встречаться, у нас будет с вами 4 встречи, это будут прямые эфиры, на свободные темы. То есть мой уклад на то, главная ставка, чтобы мы с вами побольше общались, и я отвечала на ваши индивидуальные вопросы. То есть не конкретная тема, под которую мы, скажем так, набираем группы тех, кто занимается. Тема там «Семья», «Дети», «Самооценка», была у нас тема отношений и так далее. Получается, очень частые запросы получают о том, что кто-то хотел бы, ну, тема типа «Мне неподходящая, давайте попробуем охватить больше тем». Поэтому нам нужно больше общения, я буду больше, как психолог, отвечать на ваши вопросы. То есть в чем, я буду какую-то информацию общую, там, по тематике самооценки, границ, общение там тоже семейно-детское затронем и так далее, я подготовлю информацию новую, свежую для этого. Для того будет чуть меньше, чем это было в предыдущих марафонах для тех, кто участвовал, я так объясняю, да. Мы будем больше в интерактиве общаться, я буду больше отвечать на все ваши вопросы, то есть на темы, которые вам интересны, а не та, которая задана у нас. Например, мы сегодня говорим о самооценке, но вы также потом после общей информации, там, а-ля 15-20 минут, вы будете задавать те вопросы, конкретные ваши истории, ваши ситуации, будем разбирать, буду на эти вопросы ваши отвечать. Какая вам выгода? Условно, за стоимость одной консультации у нас будет 4 с вами эфира и возможность задать ваш вопрос, получить ответ от психолога, пообщаться об этом, пообсуждать. У нас всегда будет чат в WhatsApp, как мы всегда это делаем, рассказывать свои истории, инсайдами делиться и так далее, что как происходит, на общей абсолютно темы открыты. Потому что всегда у нас возникает в чате такое, что кто-то хочет об этом, и говорит, ну это не тема нашего марафона, а желание, вот он, запрос у человека, и значит, ему это нужно. Я хочу вам дать такую возможность пообщаться на любые темы, которые вам будут интересны, ответить на ваши проблемные вопросы. Как вам такая идея? Пишите в комментариях поближе к Юре месяцу, я отдам информацию. Спасибо за внимание, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok